Все в порядке, спасибо, что пришел. Я хочу поприветствовать всех вас на нашем семинаре по подключению игроков к различным платформам и экосистемам магазинов с помощью онлайн-сервисов Epic. Меня зовут Джош Маркевич. Я являюсь техническим директором команды разработчиков пакета DEC для онлайн-сервисов Epic. Мы создаем пакет DEC и работаем с нашими бэкенд-командами над предоставлением API-интерфейсов всем, кто будет пользоваться нашими сервисами. Это Раджан. Раджан Кишна. Всем привет. Меня зовут Раджан. Я работаю над тем, чтобы помочь студиям и издателям добиться успеха, используя онлайн-сервисы Epic и заходя в магазин Epic Games Store. А еще у нас с нами есть Сэм. Привет, я Сэм Мэллоун. Я игровой директор компании Vaulted Sky Games. Наша игра называется Midnight Ghost Hunt, и в ней используются эпические онлайн-сервисы. Поехали. Так что да, немного предыстории о полуночной охоте на призраков. Да, это многопользовательская игра в прятке с привидениями. Ты можешь играть либо за призраков, либо за охотников за привидениями в формате 4х4. Это эволюция формулы охоты за реквизитом, но с более сильной тематикой охоты на привидений и большим количеством экшена командного геймплея. Это немного больше похоже на шутер. И к тому же ты можешь сам выбирать себе снаряжение. Там есть разные гаджеты. А еще у тебя есть разные способности, из которых ты можешь выбирать, и все такое прочее. На самом деле все начиналось как мой сольный проект. Но затем я заключил партнерство с издательством Coffee Stain Publishing и расширил его примерно до 14 человек, прежде чем в марте 2022 года войти в ранний доступ. И я думаю, что для начала, с моей точки зрения, разработка многопользовательских игр это непростая задача, особенно с небольшой неопытной инди-командой. Но используя бесплатные функции ES, мы смогли предоставить все ожидаемые многопользовательские функции, которые вам понадобятся в такой игре, как эта. Так что использовать их было здорово. А вот здесь у меня есть небольшой отрывок из нашего трейлера к релизу, просто чтобы ты получил представление о том, как проходит игра и как она выглядит. К тому же в ней есть классная музыка. Раджан Кишна. Хорошо, за этим трудно уследить, но я постараюсь дать вам обзор эпических онлайн-сервисов и немного подробнее разобраться в том, из каких компонентов состоит кросс-игра. И как мы к этому пришли. А потом мы передадим это дело Джошу, чтобы он рассказал о нем более подробно. Итак, онлайн-сервисы Epic для тех из вас, кто не знает или не знаком, это набор бесплатных сервисов, которые мы предлагаем от Epic и их игровых сервисов. У нас они примерно распределены по нескольким разным категориям. Одна из них это то, что мы называем игровыми сервисами, которые представляют собой универсальные сервисы, которыми вы можете пользоваться на любой витрине магазина, на любой платформе и у любого поставщика идентификационных данных. Таким образом, нет никаких ограничений или требований в отношении того, как вы можете использовать эти вещи. Таким образом, они предлагают функциональные возможности для многопользовательской игры, модерации, операции и продвижения вперед. Мы немного углубимся в детали, но если у тебя еще нет собственного поставщика идентификационных данных или социальной экосистемы, ты можешь воспользоваться услугами учетной записи Epic, которая является частью онлайн-сервисов Epic, но она дает тебе доступ к игрокам, которые, используя учетные записи Epic Games, все 500 с лишним миллионов игроков, которые у нас есть на сегодняшний день, все их дружеские связи. Ты можешь использовать это в своих интересах и интегрировать в свою игру, так что это отличный способ дать толчок развитию вашей социальной экосистемы и в вашей игре. Как я уже сказал, это дает вам доступ к друзьям, к тому же к нему прилагается Аверлей, так что внутри Аверлея вы можете рассылать приглашение на игру и присоединяться к другим игрокам, типичная функциональность для этого приложения. Я хочу быстро упомянуть еще пару вещей, но мы не будем здесь вдаваться в подробности, если вы взаимодействуете с магазином Epic Games Store. Есть сервисы, доступ к которым вы получаете через пакет Дек Epic Online Services. Так вот, например, если вы взаимодействуете с электронной коммерцией в магазине Epic Games Store, вы также будете использовать тот же пакет Дек. А также в рамках онлайн-сервисов Epic у нас есть предложение от наших друзей с компанией Super Awesome, которое называется детские веб-сервисы. Так что если в вашей игре есть что-то с проверкой родителей или что-то в этом роде, вы можете использовать эту бесплатную функциональность, чтобы подключиться к этой экосистеме, а также функциональность, которую они предлагают для облегчения этого процесса. Потому что совершенно очевидно, что ты не захочешь строить это самостоятельно, а у нас уже есть отлаженный процесс для этого. Итак, углубляясь в особенности в онлайн-сервисы Epic, в две группы, о которых я только что упомянул. Здесь вы видите обзор различных услуг, которые мы предлагаем в рамках каждого из них. Я не собираюсь рассматривать их один за другим, но это хороший способ показать тебе всю широту функциональных возможностей, которые можно охватить, если пользоваться онлайн-сервисами Epic. Но также обратите внимание, что любую из этих вещей можно выбирать по ходу дела или чтобы вы не хотели выбрать для своей игры. В чем есть смысл, не так ли? Таким образом, вы можете использовать те услуги, которые вам нужны, независимо от каких-либо других факторов. Как я уже сказал, все материалы, выделенные синим цветом с левой стороны, не зависят от материалов, расположенных с правой стороны. Так что если у тебя есть своя собственная система идентификации личности, ты мог бы использовать и все материалы, расположенные слева. Но при этом ты получаешь дополнительные функциональные возможности и справа. Так что Сэм собирается немного рассказать о том, как они правильно подобрали идеальное сочетание сервисов на протяжении всей оставшейся части этой сессии. Поэтому всякий раз, когда мы говорим об онлайн-сервисах Epic, сразу же возникает вопрос, особенно если мы упоминаем, что это бесплатно, не так ли? Почему ты делаешь это бесплатно? А есть ли в этом какой-то подвох? Что же я упускаю из виду? И главное, что следует отметить, это то, что на самом деле никакого подвоха нет. И причина, по которой мы предлагаем эти услуги, заключается в том, что мы уже создали эти сервисы в основном тогда, когда создавали Fortnite, не так ли? Так вот, именно это и дает толчок всем этим переживаниям. Мы используем эти технологии в больших масштабах, очевидно, для Fortnite. Но теперь и сам магазин Epic Games Store также использует некоторые из этих сервисов в бэкэнде. Так что мы уже запускаем эти сервисы в работу. И мы хотим предложить эти онлайн-функции, чтобы они были доступны для всех, не так ли? Мы знаем, что для облегчения многопользовательской игры вам предстоит проделать огромную работу. И мы хотим быть уверены, что предлагаем именно это, чтобы объединение игроков и растущих сообществ не стало таким огромным бременем для вас, как разработчика игр. И в конечном счете, все сводится к тому, что мы хотим помочь вам сосредоточиться на том, что ваша игра приносит на стол в виде уникальных впечатлений. Не беспокоясь о том, чтобы сделать все это функциональным с точки зрения многопользовательской игры. Так что просто хочу быстро подчеркнуть это. И здесь очень многое очевидно с точки зрения того, как ты на самом деле это делаешь. Мы не будем вдаваться в подробности с точки зрения общего процесса, а просто кратко остановимся на тех компонентах, которые тебе понадобятся. Во-первых, у нас есть портал для разработчиков, который представляет собой среду, в которую ты заходишь. Ты сам настраиваешь те сервисы, которые тебе нужны. У тебя есть контроль доступа и все то, чего можно было бы ожидать в этой среде. Ты можешь контролировать, кто может там что-то устанавливать и так далее. А затем, когда ты все это настроишь, ты, очевидно, используешь пакет дек для интеграции в свою игру. А еще у нас есть пакет дек, который доступен для нескольких платформ, в том числе и на ПК. Мы поддерживаем языки C и CDS. Консольные платформы мы тоже поддерживаем. Но у нас также есть мобильные дек-пакеты для Android и iOS. Помимо дек-пакетов, которые вы можете использовать любым движком на любой платформе, есть плагины, которые мы либо создали сами, либо видели на рынке. Мы сами создаем плагин для движка Unreal Engine, используя доступную там онлайн-подсистему. Мы сотрудничаем с компанией под названием Play Everywhere. Они разрабатывают такой же плагин или плагин с аналогичной функциональностью для Unity. Так что этот плагин тоже существует на рынке. Но Сэм может немного рассказать об их подходе к пространству плагинов. Да, так что в частности, для нас было важно иметь возможность быстро создавать прототипы с помощью онлайн-сервисов Epic и Blueprint на движке Unreal Engine. Поэтому мы отправились на рынок Unreal Marketplace и купили плагин под названием S-Core. Крикни им об этом прямо сейчас. И это позволило нам реализовать практически все функции наших эпических онлайн-сервисов в наших лобби и сеансах с помощью Blueprint. Что очень упростило быстрое создание прототипов и тому подобное. Так что это был действительно отличный ресурс для меня. Раджан Кишна. Да, так что нам очень интересно это увидеть, не так ли? Таким образом, в сообществе мы наблюдаем процесс внедрения не только с точки зрения разработчиков, но и с точки зрения роста сообщества. И они видят ту добавленную стоимость, которую они могут получить. И для этого они используют рынок движков Unreal Engine Marketplace. Так что у нас определенно есть варианты действий. Если вам требуются определенные функциональные возможности, обязательно ознакомьтесь с ними на сайте Marketplace. Так что это краткое описание, и опять же не для того, чтобы вдаваться здесь во все подробности, а просто для того, чтобы сообщить вам, ребята, что у нас есть общедоступная дорожная карта, которая доступна. На экране есть QR-код, если ты хочешь отсканировать его и перейти по URL-адресу, указанному на слайде. Но на этой общедоступной дорожной карте мы действительно выделяем те вещи, над которыми работаем в настоящее время, и те, которые будут реализованы в будущем. Так что это хороший способ для тебя быть в курсе событий, которые неизбежно произойдут, чтобы ты был в курсе расширения онлайн-сервисов Epic. И если какие-то функции отсутствуют или что-то, что вы видите на дорожной карте, появится, вы можете принять этого внимания при своем собственном планировании. Как вы можете видеть здесь, существует несколько различных категорий вещей, которые мы здесь видим. Так что некоторые из этих сервисов мы считаем немного более полными и функционально полноценными, чем другие. В настоящее время мы работаем над расширением некоторых из них на основе уже полученных отзывов. А некоторые из них находятся в стадии разработки и очень похожи на другой слайд, который был там пару слайдов назад. В них постоянно добавляются новые функции. Так что сервис продолжает расширяться. Итак, это был краткий обзор самой iOS, но здесь мы говорим конкретно о кросс-игре не так ли и о том, как вы включаете ее в своей игре. Так что повторите саму игру, любое из этих терминов, которые приведены на слайде слева, вы, вероятно, видели или слышали раньше. Вы знаете, игроки говорят о кросс-платформенной игре, кросс-прогрессии и кросс-сейве. Но в конечном счете все сводится к тому, что все эти вещи вместе взятые действительно отражают тот факт, что игроки ожидают играть в вашу игру на выбранной ими платформе. На выбранном ими устройстве. Но ведь они же не хотят ограничиваться списком друзей, который у них был бы на этой конкретной платформе, не так ли? Поэтому они хотят иметь возможность играть со своими друзьями, где бы они не решили играть, рассылать приглашения и так далее. Таким образом мы признаем, что эту проблему трудно решить, не так ли? Потому что когда у тебя есть все эти разные экосистемы, все эти отдельные платформы со своими собственными API-интерфейсами и собственными социальными экосистемами, становится очень трудно понять, сколько подключений вам нужно установить, чтобы это действительно работало, не так ли? Так что если один игрок купит твою игру на Xbox, у него будет доступ к этой экосистеме. Но если один из их друзей купит его на PlayStation, тогда тебе придется выяснить, как установить это соединение. А затем умножить его на количество платформ, которые ты должен поддерживать. Так вот в компании Epic, когда мы начали развивать наши возможности кросс-игры, мы действительно поставили перед собой цель достичь четырех целей. И одна из важных вещей, о которой я только что упомянул, заключается в том, что мы хотим предложить централизованный список друзей в кросс-магазине. Таким образом игроки смогут найти своих друзей. Они смогут взаимодействовать с ними. Не имеет значения, на какой платформе они находятся. Все они находятся в одной и той же среде, где можно подружиться и пообщаться со своими друзьями. Во-вторых, и это очень важно, мы хотим быть уверены, что начало работы не потребует огромных усилий или хлопот, не так ли? В идеале, в такой ситуации я бы сказал Джошу примерно следующее, «Эй, я хочу поиграть в эту игру». Я не хочу, чтобы он запрыгивал на свою платформу, а затем проходил весь процесс создания, учетной записи и верификации. Поэтому мы хотим сделать это как можно проще. Так вот, у нас есть такой тип учетных записей, который мы называем прокси-аккаунтами. Сейчас Джош объяснит вам все немного подробнее. Но это позволяет игрокам действительно очень быстро включиться в игру и быстро войти в нее, потому что в конечном счете именно этой цели они и хотят достичь, а не проходить весь процесс регистрации. Третья вещь, которая действительно важна, это то, что мы хотим быть уверены в том, что это безопасный социальный опыт, в котором плохие актеры или даже ошибки не могут действительно негативно повлиять на игрока разрушительным образом. Так вот, например, если ты играешь в какую-то игру, тебе вовсе не обязательно, чтобы игра могла полностью стереть твой список друзей. Или добавить 100 друзей в твой список друзей без твоего контроля. Так что одна из важных вещей заключается в том, что мы хотим быть уверены в том, что у игроков есть возможность подтвердить то, что на самом деле является намерением игрока, а не каким-то другим механизмом, которого они не ожидали. И, наконец, последнее, что совершенно очевидно, заключается в том, что почти не нужно этого говорить. Но очень важно, чтобы это была система «подключи и играй», чтобы ее было легко интегрировать. Мы не хотим создавать решение, которое затем станет для тебя еще одним временем, с которым придется иметь дело при интеграции в твою игру. Поэтому оно должно быть достаточно легким и быстрым в интеграции. Так что для того, чтобы немного рассказать об их путешествии от Steam до подготовки к выходу в интернет-магазин, я снова передам это Сэму. Круто. Да, на самом раннем этапе разработки Midnight Ghost Hunt мы просто использовали пакет Dex Steamworks. По выходным дням мы проводили альфа-тестирование в Steam. Так что мы просто использовали это приложение. В нем была предусмотрена аутентификация, сеансы и все такое прочее. Но мы знали, что в будущем хотим иметь несколько платформ с возможностью кросс-игры. Для многопользовательской игры, конечно же, нужно иметь как можно более широкий круг игроков, которых вы можете привлечь. Поэтому во время одного из наших более поздних бета-тестов мы перешли с Steamworks на ES. И используя интерфейс подключения, мы действительно, когда мы переключились, игроки даже толком не знали, что мы это сделали, потому что у нас все еще были те же фотографии профиля и те же имена профилей. Все эти вещи были в основном одними и теми же. Но поступив таким образом, мы сосредоточили все усилия на том, чтобы в будущем иметь кросс-игру, а именно этого мы действительно определенно хотели для многопользовательской игры. И да, в будущем мы попытаемся убрать некоторые из тех жестко запрограммированных для Steam вещей, которые у нас были в прошлом, потому что мы просто предполагаем это. Именно такова наша нынешняя платформа. Но в будущем мы хотим использовать все возможности ES, чтобы иметь возможность использовать больше универсального кода платформы. И просто отправлять его на столько платформ, сколько это имеет смысл, не беспокоясь ни о чем. Раджан Кишна. Круто. Так что просто вкратце расскажу о том, где мы находимся и куда направляемся. Итак, в июне прошлого года мы выпустили множество функциональных возможностей, о которых я только что говорил с точки зрения достижения этих целей для ПК. Так вот, в июне у нас появился пакет DEC. Это пакет DEC 1,15. И он действительно обеспечивает всю эту функциональность на ПК. Правильно. Так что в нем реализованы все возможности кросс-игры. У него есть оверлей, с помощью которого вы можете интегрировать его, например, в Steam, и ваши друзья из Steam и Epic будут отображаться в одном интерфейсе. Так что это действительно упрощает работу игрока. В этом году мы работаем над расширением этой функциональности на консолях, чтобы обеспечить тот же опыт, но предлагая разработчикам интегрировать его на консольные платформы. Ту же функциональность наложения, ту же интеграцию с учетной записью Epic Games. А затем мы собираемся распространить это и на мобильные платформы, чтобы как бы дополнить наши предложения на платформе, а также просто внести общие улучшения по всем направлениям, которые мы хотим для этого сделать. Так что это своего рода обзор всех этих вещей на высоком уровне. Позволь мне передать это Джошу, чтобы он немного подробнее рассказал о каждом из отдельных компонентов. Спасибо тебе, Раджан. И так как мы уже упоминали ранее, у нас есть множество различных сервисов. И хотя это может быть лишь небольшой частью пути пользователя, мы хотим быть уверены, что все это хорошо понято. Это довольно сложная задача. Это одна из самых важных тем, которые у нас есть, аутентификация. Так что мы начнем с левой стороны, с игровых сервисов. Как уже упоминал Раджан, этот материал универсален. На самом деле он не привязан к какому-либо конкретному поставщику аутентификации. Но нам нравится использовать аналогию с кольцом для ключей или брелоком, где посередине вы видите нечто называемое идентификатором пользователя продукта. На самом деле это не совсем учетная запись. Там нет ни адреса электронной почты, ничего-либо еще связанного с ней. Это простой идентификатор, который Epic использует для отслеживания и предоставления доступа к лобби, голосу, достижениям, спискам лидеров. И всем сервисам, о которых упоминал ранее Раджан. Так что все, что ты хочешь сделать, это предоставить тебе возможность выбора. Если хочешь, мы можем полностью проигнорировать услуги по работе с аккаунтами Epic. И вы можете напрямую подключиться к Steam, Xbox Live, PlayStation и множеству других провайдеров. Даже к OpenID, если у вас есть свой собственный сервис, который приведет вас прямо к сервисам справа. Мы хотели бы, чтобы ты воспользовался услугами учетной записи Epic Games, потому что там есть еще несколько новых функций, которые мы покажем на будущих слайдах. Но независимо от вашего выбора, вы входите в учетную запись Epic на этом сайте, или входите в Pewt на этом сайте, у вас есть доступ к этим функциям. Наши цели преследуют двоякие цели. Мы хотим сделать так, чтобы любой желающий мог пользоваться ими без нашего оборудования, а также просто иметь возможность использовать отдельные функции без дополнительных зависимостей. Так или иначе, у нас есть простой способ входа в систему, который мы используем здесь на стороне подключения, просто для того, чтобы показать разницу между этим и будущим слайдом. Если ты как бы делаешь это сам, то увидишь, что входишь в систему, и как правило первое впечатление пользователя заключается в том, что он не сможет войти в систему. И мы не узнаем, кто этот пользователь. А вот этот большой бриллиант посередине, мы хотим сделать так, чтобы все было ясно и понятно. Ты когда-нибудь играл в эту игру раньше где-нибудь еще? Одна из серьезных проблем, с которой мы определенно сталкиваемся, это проблемы со слиянием учетных записей. А если человек играл на Xbox и собирается перейти на PlayStation, или если он переключился на Switch, он не захочет иметь две учетные записи. Ты же не хочешь, чтобы ему приходилось объединять свои аккаунты или сталкиваться с подобными проблемами. Так что в данном случае, если вы решите использовать прямое подключение, мы хотим убедиться, что они могут войти в систему с помощью указанного вами вторичного провайдера. Но вам действительно придется с этим справиться. Как только они войдут в систему, у нас появится возможность связать их учетные записи, и они смогут подключиться. А если они никогда раньше не играли, то вы просто создадите для них эту учетную запись пользователя продукта с идентификатором пользователя продукта. И все готово. Все это вы можете найти на веб-странице документации по интерфейсу подключения. Так что вторая половина — это услуги по обслуживанию учетных записей Epic. Это называется наш интерфейс авторизации. Он также задокументирован с помощью вот этого QR-кода внизу страницы, если ты захочешь посмотреть. Если вы действительно хотите получить доступ к нашей идентификации пользователя, или к нашему социальному графу, или к нашему присутствию пользователей, а также к информации о пользователе, вам нужно реализовать эту часть ДЭК. Как и в предыдущем случае, мы также придерживаемся той же аналогии с брелоком для ключей. Это отдельный брелок для ключей. Но на этот раз ты действительно подключаешься к аккаунту Epic. Здесь, на этой стороне, поддерживаются те же поставщики авторизации, что и в прошлом, с добавлением адреса электронной почты и пароля. Так что если ты все-таки решишь воспользоваться этим приложением, то получишь доступ к социальной сети и всем другим сервисам, о которых мы упоминали ранее. Так что я позволю Сэму немного рассказать о том, как они реализовали это в игре Monster Ghost Hunt «Полуночная охота на призраков». Да, ты все понял. У тебя все получилось. Ты все понял, достаточно близко к истине. Раджан Кишна. Да. Да, так что в основном для полуночной охоты на призраков у нас есть небольшое видео, которое показывает. Я собираюсь его воспроизвести. Это действительно короткое маленькое видео. Но по сути в настоящее время мы используем интерфейс подключения. Так что программа просто берет ваш билет в приложение Steam и запускает его через систему Connect, а затем регистрирует вас в онлайн-сервисах Epic. Вы можете отображать его практически так, как вам хочется. Вы могли бы это сделать. У нас просто есть маленький виджет с надписью «Подключение к сервисам», что очень приятно и просто. На самом деле вам не нужно упоминать ES, если вы этого не хотите. Вы можете позволить этому происходить в фоновом режиме, даже не подозревая об этом. Все это очень гибко, и это было очень приятно для нас. Спасибо тебе. Так что давай немного поговорим об особенностях авторизации на консоли. Если ты действительно хочешь продолжать разработку таким образом, то в принципе у него могут быть некоторые сертификационные требования, которые приходят на ум всем поставщикам платформ. Итак, вот что мы здесь делаем. Если вы действительно хотите воспользоваться нашими услугами, при вызове «Войдите в систему», вам будет представлен ряд экранов. Мы стараемся сделать так, чтобы пользователю было ясно, что у него есть возможность войти в систему немедленно в это время. Если у него нет какой-либо концепции, или он никогда раньше не играл в ваши игры, он может создать учетную запись. Именно об этом Раджан упоминал ранее в отношении прокси-аккаунтов. Поэтому мы хотим запечатлеть пользователя в данный момент, чтобы убедиться, что у нас есть место для хранения новых дружеских отношений, прогресса, прогрессии и всего того, что обеспечивает кросс, игра и прогрессия. И поэтому, несмотря на то, что на самом деле они не создают учетную запись, у нас все равно есть нечто вроде так называемой прокси-учетной записи. Она связана с информацией о внешней авторизации, которую они предоставляют в данный момент. Так что они обязательно ее проверят. Они создадут учетную запись вон там, на втором экране. А затем, наконец, справа, мы постараемся быть максимально прозрачными. Мы хотим быть уверены, что у нас есть их согласие на то, что мы будем делиться этой информацией со сторонним поставщиком услуг. Тогда, конечно же, нужно иметь в виду некоторые вещи. Очень важно сделать так, чтобы было ясно, кто входит в систему, как во время входа в систему, так и после того, как они попадут в главное меню, не так ли? Мы хотим убедиться в том, что существуют учетные записи, которые связаны между собой. У родителей членов их семей может быть несколько учетных записей. У вас может быть автоматический вход в систему, так что все происходит просто так, без вашего ведома. И мы не хотим, чтобы люди случайно связывали неправильные учетные записи с неправильными вещами. Поэтому мы стараемся сделать это по-настоящему понятным. Ты можешь видеть на правом нижнем слайде или в правом нижнем углу экрана, что там упоминается, на какую платформу мы обращаем внимание и на что мы будем ссылаться. И, конечно же, мы хотим быть уверены, что ты также сможешь разорвать связь с этими учетными записями в любое время. Поэтому мы также хотим убедиться, что это пример того, как игроки продолжают играть на платформах, предъявляя требования, чтобы мы знали, кто они такие. Вот здесь, в левом нижнем углу, ты можешь увидеть, кто ты такой и что ты делаешь на платформе, просто для того, чтобы как бы подтвердить, что ты правильно вошел в систему. А затем наш социальный оверлей, мы хотим убедиться, что если вы находитесь на родной платформе с этими другими игроками в вашем списке друзей, вы можете сказать, и это кажется вам знакомым, как пользователь PlayStation здесь в этом примере. Но если они не работают на одной платформе, важно также понимать, что эти игроки находятся вне сети или вне родной платформы, над которой вы работаете. Так что под капотом при интеграции с DEC вы также захотите убедиться, что учетные записи Epic и собственные учетные записи входа синхронизированы. Например, если вы находитесь в середине процесса входа в систему, и пользователь выходит из системы локально. Или у вас возникла проблема с контроллером, из-за которой у него садятся батарейки, вам нужно как бы убедиться, что вы остановили этот процесс и выполнили сброс. Кроме того, ты должен иметь возможность подумать о своем игровом дизайне. Тебе не обязательно входить в систему при запуске игры. Может быть у тебя есть опыт одиночной игры или какая-то другая вещь, о которой ты вроде как хочешь сообщить пользователю, что это не обязательно. Так что они могут. Может быть перед тем, как перейти в многопользовательскую зону, они смогут войти в систему. А если они никогда не будут играть там, им не обязательно быть связанными с учетной записью Epic или вашей учетной системой. Вы хотите просто как бы изолировать эти области от других и отделить их друг от друга. Наконец, вам нужно подумать о том, какого рода данные вы предоставляете. Это еще не все, что нужно разработчикам. Ты же знаешь, в этом нет необходимости. Существует огромное количество идентификаторов учетных записей, огромное количество информации о пользователях, которая как бы разлетается по всему миру, когда ты работаешь в этом кроссплатформенном мире. Ты хочешь ограничить доступ к этим значениям. Пакет Дек не предоставляет эти возможности разработчикам. И мы также хотим быть уверены, что ты ограничишь доступ к ним на разных платформах. Ты же знаешь, что не должно быть необходимости копировать эти идентификаторы в вашей многопользовательской ситуации. Например, отправка идентификатора Xbox на PlayStation действительно не имеет никакой цели. Так что просто имейте это в виду. Итак, вот и снова Сэм. Я просто хочу поговорить о первом пользователе и о том, как обеспечить ему отличный игровой опыт. Правильно, так что в будущем, когда мы будем играть в кросс-игру для Midnight Ghost Hunt, у нас будет своего рода набросок сюжета, который мы хотели бы сделать. Мы заинтересованы в том, чтобы при первом входе в систему после того, как мы перейдем на кросс-игру, у тебя появился аккаунт Epic. Запрос, по сути, звучал бы примерно так, «Эй, не хочешь ли ты связать свой аккаунт Epic?» Если ты сделаешь это, то получишь своих кроссплатформенных друзей, приглашение на кросс-платформенные игры и все такое прочее. Но это также как бы подчеркивает, что вам не нужно связывать это, чтобы по сути получить кросс-игру, чтобы иметь возможность играть с людьми точно так же, как в пуле со всеми другими платформами. А кроме того, у вас есть возможность пропустить это мероприятие. И ты всегда можешь сделать это позже в меню «Параметры». Если ссылка на учетную запись уже существует на самом деле, мы правильно отобразим ее на экране. О, мы уже распознали, что ваша учетная запись связана с компанией Epic. Не хочешь ли ты просто воспользоваться этой ссылкой, чтобы было немного проще, и это было бы неплохо. И потом, я думаю, у нас также будет возможность, так что если вы зайдете в меню опций, вы все равно сможете полностью отказаться от кросс-игры, если захотите. Но, возможно, есть какие-то соображения по сравнению с консолью и ПК. Но я думаю, что в целом лучше иметь как можно более широкий круг игроков, которых можно привлечь в любой момент времени. Раджан Кишна, спасибо. Хорошо, и так, теперь, когда пользователь вошел в систему, находится в главном меню, и, надеюсь, достаточно ясно, что он сделал, и как связал свои учетные записи. Мы хотим немного поговорить о социальном взаимодействии. Мы предлагаем оверлей с нашим пакетом ДЭК, который объединяет как эпические дружеские отношения, так и социальный график, о котором уже упоминалось, а также родные дружеские отношения в единый доступный экран, который пользователь может использовать прямо здесь. Для этого действительно требуется войти в систему с помощью эпической учетной записи. Но она предоставляет множество функций с помощью пользовательского интерфейса, которые вам не нужно реализовывать самостоятельно. Она предлагает управление друзьями, информацию о присутствии пользователей, профиле игроков и отчеты. Об этом мы поговорим ближе к концу слайдов. По сути дела, ты сможешь отправлять приглашение на игры другим пользователям, присоединяться к играм с помощью присутствия. К тому же это совместимое готовое решение для решения этих сложных проблем, которое делает кроссплатформенность доступной для всех присутствующих здесь разработчиков. Конечно же, это важно опять же еще одно начальное требование к консолям, убедиться, что в ней игры, знаете ли, когда вы сидите на приборной панели Xbox или PlayStation. Эти пользователи также доступны. И мы собираемся поговорить об этом прямо сейчас, буквально через секунду. Наконец, при наложении и некоторых других вещах, которые происходят внутри пакета ДЭК, мы занимаемся очисткой строк. Поэтому, отображаемые имена и другой пользовательский контент, мы запускаем через API, которые являются родными для этих платформ, чтобы убедиться, что мы соответствуем их желаниям. Мы также уважаем запретный список. Так что если у вас уже есть списки блокировок на какой-либо платформе, мы учитываем это и обрабатываем их за вас. Чтобы игроки не могли связаться с вами через сервисы Epic или другими способами, мы также следим за соблюдением требований родительских прав. Так что еще раз повторяю, мы используем собственные API-интерфейсы. Убедитесь, что если игроку запрещено играть онлайн или общаться в голосовом чате, мы соблюдаем условия родной платформы. И конечно же, в этом случае необходимо отключить звук. Ты тоже можешь это сделать. Так вот, мы упомянули о отображаемых именах. Учитывая все эти разные платформы и все эти разные названия, которые как бы плавают вокруг, мы очень старались во время Fortnite разработать план того, как придать смысл тому, чтобы он соответствовал всем требованиям сертификата и просто обеспечить некоторую разумность ситуации. Так вот, на этой блок-схеме, расположенной слева, важно обратить внимание на то, что на самом деле не имеет значения, кто просматривает эту информацию. Все просто зависит в основном от того, где находится этот человек. И по большей части, если он находится в сети и находится на консоли, именно это имя ты и выбираешь. Если так случилось, что он играет с тобой, но не на консоли, мы выбираем эпическое отображаемое имя. И если они случайно находятся в автономном режиме, но они твои друзья, в зависимости от того, являются ли они прокси-аккаунтом или нет, мы стараемся показать отображаемое имя Epic. В противном случае мы используем единственное имя, которое у нас есть, которое будет отображаемым именем платформы, чтобы было ясно, кто этот человек. И чтобы имя не изменилось на другую экосистему, основанную на какой-то платформе, вы не играете с ними. И, наконец, есть еще кое-какие крайние случаи, например, если вы показываете имена в списках лидеров, или если там есть другой контент типа Акс. Но эта блок-схема просто помогала нам оставаться в здравом уме, когда мы разрабатывали наши продукты. Наконец-то мы поговорили о социальных сетях. Мы поговорили о том, как войти в систему. Мы хотим иметь возможность общаться с нашими друзьями. Так что давай поговорим о голосовом чате. Мы предлагаем его в двух формах, одну из которых ты можешь интегрировать на своих собственных условиях. Или же ты можешь просто включить его через нашу систему лобби. И ты получишь доступ к этой интеграции совершенно бесплатно. Но независимо от метода, мы предоставляем API-интерфейсы для выбора входных и выходных данных. И как скоро расскажет Сэм, мы предоставляем необработанный доступ к потокам данных с помощью обратных вызовов. Таким образом, вы можете обрабатывать данные после обработки и работать с ними в их более необработанном виде. Так что самый простой пример здесь, это голосовой чат с вестибюлями. Как вы можете видеть здесь на диаграмме, игровой клиент интегрирует пакет ДЭК. И под капотом ДЭК создает лобби, оно взаимодействует с голосовыми службами в серверной части, получает все токены авторизации из решения, управляет управлением игроками. Так что если лобби заполняется, оно не пускает людей. О вещах, которые тебе придется предоставить, мы поговорим на следующем слайде. Но по большей части это просто работает. Правильно, если ты воспользуешься нашим сервисом лобби, то получишь бесплатный голосовой чат. И к тому же тебе просто не придется заниматься там целой кучей мелочей. Однако есть гораздо более сложные ситуации, когда возможно вам захочется разобраться с ситуацией, если вы общаетесь с выделенным сервером. Или у вас более сложная команда или игроку, нужно как бы разделить то, как игроки объединяются с другими. Вот здесь опять же игровой клиент интегрирует пакет ДЭК. Но среднюю часть вы будете предоставлять через игровой сервер или какой-нибудь надежный веб-сервер. И именно вы будете совершать звонки в голосовой API, чтобы получить эти токены, а затем предоставить их обратно клиенту, чтобы он мог правильно присоединиться к комнате голосового чата и продолжить оттуда. Итак, вот и Сэм снова здесь, чтобы немного рассказать о своей интеграции с голосовым чатом. Как это мило. Хорошо, полуночная охота за привидениями, это определенно командный многопользовательский режим. К тому же это игра против всех, своего рода соревновательная игра. Итак, у нас есть две команды, не так ли? Это охотники и призраки. Поэтому мы определенно хотим иметь масштабируемый и мощный сервис голосового чата ГОСТ, который позволил бы нам иметь все необходимые нам каналы и все функции, которые мы хотели бы для этого. В ходе разработки мы экспериментировали со многими различными голосовыми сервисами, но ни один из них по разным причинам не сработал. Но когда онлайн-сервисы Epic объявили, что в них будет включен голосовой чат, это было очень волнующе для нас. И на самом деле это было чрезвычайно легко реализовать с нашей стороны, потому что, как уже упоминалось ранее, мы уже использовали систему лобби. И мы просто буквально установили флажок на нашем узле. А еще с этим вестибюлем теперь была связана голосовая связь, и это был отличный голосовой чат высокого качества. И это было очень важно для нас, в некотором роде изменило правила игры, причем без каких-либо дополнительных затрат, что было потрясающе. И особенно во время наших сессий, нам нужно было иметь по крайней мере три голосовых лобби. Одно для охотников, одно для призраков, а затем одно. Использующие исходные данные для позиционного голоса, с которым обе команды могут общаться. У нас действительно есть такая забавная механика, в которой призраки могут подавать свой голос так, чтобы казалось, будто их голос доносится откуда-то из другого места на карте. Мы пропускаем его через несколько забавных фильтров, чтобы он звучал немного устрашающе и все такое прочее. И на самом деле это довольно забавно, вводить охотников в заблуждение и все такое прочее. И нам это удается, потому что мы можем брать необработанные потоки данных из ES, передавать их через Unreal и использовать класс звука Unreal. К тому же у него есть затухание звука. У него есть пространственная ориентация и все такое прочее, так что ты можешь делать все это сам. Это действительно круто. И да, думаю, последнее, что я хочу сказать по этому поводу, это то, что это отличный выбор для инди-мультиплеера. Если вы хотите иметь качественный голосовой чат в своей игре, и вы уже используете ES, или даже если вы не используете ES, голосовой чат отличный выбор. И у меня здесь есть небольшая демонстрация, которая показывает, это немного глупо, но она показывает, как призраки могут подавать свой голос, и охотник явно очень сбит с толку. Итак, у нас получилось, что призрак теперь находится в реквизите. Эй, эй ты, держу пари, что ты меня не поймаешь. Да, я уже здесь. Я уже здесь. Ты почти поймал меня. Я уже здесь. Из-за громкоговорителей трудно что-то разобрать, но в основном все это специализированное звуковое сопровождение, и охотник явно был сбит с толку. Если бы у них были наушники, о, призрак был бы здесь и разговаривал со мной. И это действительно записано с камерой ES. Так что качество звука хорошее, но оно передано по каналу, и в нем немного больше атмосферы и постобработки, что довольно круто и сильно изменило правила игры для нас. Мы определенно хотели это сделать. И компания Epic позволила нам сделать это с помощью онлайн-сервисов. Спасибо. Хорошо, итак, мы уже говорили о голосовом чате и социальных сетях. Давай немного поговорим о том, как объединить игроков в более общем плане с помощью многопользовательской игры. Таким образом, у нас есть несколько вариантов использования API. У нас есть сеансы и лобби-залы. И я просто собираюсь немного поговорить о сходствах и различиях. Давай начнем с того, что у нас есть общие черты. По большей части сеансы и вестибюли предназначены для оказания услуг по подбору партнеров. Так что нам приходится заниматься поиском и поиском информации. Ты можешь присоединиться к случайным игрокам и собрать их вместе. Конечно же, для того, чтобы находить подобные вещи, мы хотим, чтобы вы могли сопоставлять данные как с сессиями, так и с лобби, которые вы можете искать, например, только пистолеты. Это правда, время суток, ночь и тому подобное. И конечно же, они оба предлагают приглашение на игру и присоединяются к ней через присутствие, когда они используются. Сеансы — это более простая серверная ситуация, основанная на главном сервере. Мы сообщаем о том, что ты существуешь. А затем ты можешь запросить эти данные, найти IP-адрес и присоединиться к нему, что типично для выделенных серверов. С помощью лобби вы получаете более постоянное соединение, но оно предназначено только для клиентов. Но что действительно приятно в этом случае, так это то, что вы, повторяю еще раз, через секунду поговорим о пиринге. Но ведь тебе не нужно беспокоиться о хостинге, не так ли? Ты просто подключаешься к серверам Epic. У тебя есть постоянное соединение. Ты можешь поделиться всеми этими данными друг с другом. Ты можешь дополнительно обмениваться данными о членах клуба между игроками. С помощью обратных звонков ты получаешь уведомления об обновлениях данных и изменениях в ситуации. К тому же, как мы уже упоминали, у тебя есть голосовая связь. Так что я думаю, что лобби — это довольно мощный способ подключения ваших игроков перед игрой или даже во время игры. Оно не предназначено для передачи высокочастотных данных. Мы по-прежнему в некотором роде ожидаем, что ты будешь работать в сети самостоятельно. Или же мы можем перейти к одноранговому взаимодействию. Мы предлагаем одноранговое взаимодействие. Как только они войдут в игру, они смогут использовать свой собственный сетевой код, или вот эту штуку, этот одноранговый API. Одно из самых больших преимуществ заключается в том, что он будет обрабатывать согласование соединений. Это поможет выяснить, какой наилучший маршрут между игроками присоединиться к игре, пройти через нет или другие проблемы типа Брандмауэра-маршрутизатора. Так что любой желающий может разместить игру, и вам не нужно беспокоиться об этих вещах. Конечно же, в худшем случае тебе, возможно, придется воспользоваться ретрансляционным сервером, который мы предоставляем. Это действительно немного увеличивает задержку. Но, по крайней мере, игроки могут играть вместе. Так что вот Сэм снова здесь, чтобы поговорить о сеансах и лобби в игре. Это просто потрясающе. Хорошо, да, так что в игре Midnight Ghost Hunt мы действительно активно использовали сеансы и лобби одновременно. Так что когда игрок хочет провести сеанс и разыграть ту или иную карту, он проводит его у себя. И поначалу это действительно лобби. Это похоже на лобби перед игрой. И оно позволяет игрокам присоединиться к игре либо из системы быстрой игры, либо из браузера сервера. Но они все еще находятся в главном меню, и они все еще могут пока ждут игроков возиться с их снаряжением или косметикой, что бы это ни было. И в конечном итоге мы фактически повторно используем это лобби позже для того позиционного голоса, о котором я упоминал, потому что все уже в нем участвуют в любом случае. Так что все получилось очень хорошо. Как только достаточное количество игроков присоединится к этому лобби, сеанс будет проведен либо на одноранговом хостинге, либо на выделенном сервере. Именно там и происходит настоящая игра. Так что как только сеанс будет готов, информация поступает к участникам лобби, в предигровое лобби, и они подключаются друг к другу. И вот теперь они уже играют в эту игру, они выбирают себе снаряжение, они и сами занимаются подобными вещами. А затем, как только все соберутся внутри, мы создадим фактически еще два вестибюля. У нас есть голосовое лобби команды охотников, к которому присоединяются только охотники, а затем лобби команды призраков, к которому могут присоединиться только призраки. И у нас даже есть несколько подобных механизмов, так что если происходит какая-то автоматическая балансировка, или люди по какой-либо причине меняют команды, они меняют местами свои вестибюли так, чтобы призраки могли слышать только призраков, и наоборот. Потому что они, возможно, строят какие-то важные планы относительно того, как они собираются найти всех призраков или спрятаться от охотников, в чем бы это ни заключалось. А еще у нас проводятся вечеринки для игроков, так что люди могут объединяться в группы в главном меню и вместе участвовать в играх. А еще у нас есть система, которая позволяет им быть в одной команде, несмотря ни на что, и это очень полезно. К тому же это всего лишь вестибюли. Так что это вестибюли вплоть до охоты на полуночных призраков, и они отлично работают. Вот небольшая краткая демонстрация, в которой показано все, что я только что описал. Я собираюсь в нее поиграть. Я собираюсь познакомить тебя с ней поближе. Вот я приглашаю своего друга присоединиться ко мне на вечеринке. И вот теперь мы снова вместе. Ты можешь очень быстро найти подходящее место, выбери свою карту. У нас есть очень много забавных карт. И ты станешь их хозяином. Теперь ты находишься в лобби перед игрой. Мы с тобой играем в одной команде. Оранжевый цвет означает охотник. А теперь мы приступаем к занятию. Можешь забрать свой багаж, и мы садимся в фургон, чтобы отправиться в дом с привидениями. В данном случае это школа с привидениями. И потом, с тех пор, как мы были на вечеринке, мы уже в одной команде. Мы оба охотники. Так что мы можем общаться по голосовому каналу охотника. Призраки нас не слышат. Так что будьте равны друг другу. Поначалу, будучи небольшим инди-проектом, мы на самом деле не хотели иметь только выделенные серверы. Мы хотели получить начальное решение с нулевыми затратами, которое в данном случае представляет собой одноранговые серверы, перечисленные в списке. И на самом деле в будущем, в ближайшем будущем, у нас также появятся выделенные серверы, что будет действительно здорово. Но на первых порах, да, пиринговое соединение, это суперздорово. У меня нет никаких связанных с этим затрат. И к тому же реализовать его очень просто. Это было здорово. Использование ранее упомянутой официальной онлайн-подсистемы для онлайн-сервисов Epic в движке Unreal Engine плагина было очень просто, как только мы это сделали. И мы просто использовали обычные функции онлайн-подсистемы, которые были бы у вас в движке Unreal Engine. Так что это было очень просто и здорово. И на практике одноранговые ретрансляторы в системе Net работают на полную мощность. Они упрощают задачу, потому что на практике нашим игрокам действительно не нужно беспокоиться о переадресации портов при размещении хостинга. Как правило, им не нужно беспокоиться о блокировке региона. Они могут просто провести матч у себя дома. И еще кое-кто, их друзья могут играть с ними практически везде, где бы они ни находились, и это просто здорово. Хорошо, так что просто возвращаемся к этому вопросу на консолях. Если команда Сэма намеревалась интегрироваться с консолями, то в основном игроки, опять же, ожидали, что смогут использовать встроенные функции для приглашения своих друзей при соединении к ним. Так что представьте, что вы сидите на приборной панели или... Извините, на главной панели, например, PlayStation или Xbox, в игре должна быть возможность синхронизировать собственные сервисы и сервисы, не зависящие от платформы. Так что, используя это в качестве примера, можно сказать, что это своего рода начальная ситуация создания лобби. Пользователь собирается создать эпическое лобби. И в случае успеха они собираются создать собственную платформу, использовать API-интерфейсы собственной платформы для создания там эквивалента лобби. И тогда суть в том, чтобы в самом низу установить этот идентификатор лобби на собственные данные. Чтобы, когда вы используете присоединиться через присутствие или принимаете приглашение на игру, вы могли использовать эти данные, как мы видим на следующем слайде. Так вот, этот поток работает, когда вы принимаете приглашение, используя собственные потоки, которые, как я уже сказал, соответствуют требованиям сертификата. Или если вы в данный момент находитесь вне игры, вам нужно присоединиться к собственному лобби. И в случае успеха ты увидишь, что в эту информацию был внесен идентификационный номер лобби. Ты будешь использовать его для поиска, поиска и присоединения к эпической версии лобби. И в случае успеха ты теперь попадешь в оба вестибюля. Конечно, в любой момент, когда происходит сбой, как мы увидим на следующем слайде, может быть причина, по которой этого идентификатора лобби в данный момент там нет. Так что мы стараемся быть сверхустойчивыми. Наша цель состоит не в том, чтобы просто потерпеть неудачу при любой ошибке, а в том, чтобы попытаться со временем восстановиться. И сделать так, чтобы эти две системы оставались синхронизированными. Так что это тот самый случай, когда вы присоединяетесь, когда вы уже участвуете в игре, или если вы являетесь кросс-платформенным игроком. Если вы сначала получите приглашение Epic, вы присоединитесь к данным Epic Data. А потом, когда ты присоединишься ко мне, ты как бы взглянешь и поймешь, нахожусь ли я на родной платформе. К тому же родного идентификатора еще не существует. Может быть я первый человек на Xbox, который присоединился к платформе, так что я несу ответственность за то, чтобы быть лидером платформы. Так что я буду тем, кто создаст собственное лобби, и в случае успеха возьму этот идентификатор лобби и оставлю его там, чтобы следующий пользователь Xbox мог воспользоваться им. Конечно же, пока я буду этим заниматься, к нам может присоединиться кто-нибудь еще. Так что им придется подождать, пока другой игрок появится вон там в правом верхнем углу, дождаться, пока другой игрок как бы создаст эту информацию. Так что там идут какие-то переговоры. И опять же, этот первый человек может выйти из игры или выйти из игры из-за сбоя в работе сети. Так что тебе как бы нужно постоянно проверять, не стал ли ты ответственной стороной за создание этой информации. Так что в этом нет ничего сверхсложного. Когда я говорю об этих циклах повторных попыток, все пытаются повторить попытку, если что-то не получается. Ты как бы ждешь и откладываешь, если нужных данных там нет. Но в конечном счете ты достигнешь стабильного состояния, когда у тебя будут синхронизированы две системы, и это будет работать на всех платформах. Так что я хотел бы просто немного подробнее поговорить о некоторых из этих аспектов многопользовательской игры. Поскольку мы уже обсуждали отображаемые имена, очень важно, чтобы люди знали, с кем они играют. К тому же пользователям должно быть ясно, что они играют с игроками на других платформах. Некоторые вещи не подаются простому решению. Например, как только вы внедрили кросс-игру, как вы справляетесь с трудностями в игре. Правильно, в случае с Fortnite, например, мы изначально пробовали использовать контроллеры по сравнению с клавиатурами. Похоже, в этом явно есть какая-то предвзятость. Можешь ли ты уберечь игроков с разными навыками от чувства разочарования, играя против игроков на других платформах? Так как же же ты справляешься с этими игроками? К тому же у тебя может быть разный рейтинг навыков на разных платформах. Итак, есть ли у тебя хорошая и точная модель того, какие навыки могут соответствовать вашим игрокам? Итак, Сэм сейчас расскажет о некоторых идеях, которые у него возникли по поводу своей игры. Правильно, поэтому мы работали со третьей стороной над разработкой очереди подбора партнеров и интегрировали ее с онлайн-сервисами Epic. С идентификаторами пользователей продукта и идентификаторами лобби, просто чтобы при размещении игроков в очереди. В конце концов, они окажутся вместе в одном и том же эпическом вестибюле онлайн-сервисов и все такое прочее. Мы пришли к выводу, что в нашем случае лучше всего было бы поместить новых игроков как бы в их собственный пул партнеров. Они старались бы играть против других новых игроков. А кроме того, у нас был своего рода более широкий пул для более опытных игроков. По прошествии определенного промежутка времени мы просто объединяем пулы, так что все они как бы участвуют в одних и тех же играх. Но мы стараемся подбирать новых игроков вместе. Именно это и сработало для нас довольно прилично. Да, и одна из особенностей заключается в том, что они действительно внедрили другую очередь поиска партнеров. Так что они как бы использовали только идентификаторы игроков и идентификаторы лобби для прямого подключения. И к тому же им удалось интегрировать другую логику подбора партнеров за пределами нашего пакета D, который он предоставлял. Именно так и есть. Так что я имею в виду, что в конце концов, вы также влияете на размер своего пула подбора партнеров, не так ли? Так что когда игроки отказываются от участия в игре, теперь вы должны предоставить игрокам возможность играть только на Xbox или PlayStation. Или же вы добавляете новый список воспроизведения. Каждый раз, когда вы делаете что-то подобное, это еще больше увеличивает ваш пул знакомств и может увеличить время вашего знакомства. Так как же вы можете смягчить эту ситуацию, не так ли? Может быть у вас уже есть регистрация, так что игроки в конечном итоге смогут заполнить ее. Или может быть у вас в игре есть боты, которые подходят для вашего варианта использования, чтобы игроки могли наслаждаться, пока другие люди, реальные люди, заполняют ее. Но есть еще одна вещь, которая заключается в том, чтобы действительно по возможности динамически изменять свой пул партнеров. Итак, вот такой процесс мы проделали в игре Fortnite Save the World, где по мере того, как пользователи приходили и уходили с сервера, мы как бы... Взгляните на левую сторону. Если кто-то присоединяется к нам в первый раз и у него есть возможность отказаться от кросс-игры. Если все участники этого сервера в данный момент находятся на одной платформе, мы впускаем его внутрь. А затем мы обновляем пул знакомств, чтобы отметить, что это сеанс только для Xbox. Так вот игрок, который, возможно, принимал участие в этой игре, возможно, и не отказался от участия. К тому же он может и не знать, что присоединение этого игрока в некотором роде помешает ему получить опыт, если он не пустит туда игроков в PlayStation. Но я имею в виду, что суть в том, что там полно народу. Это полноценная игра по полной программе. И в здоровой ситуации подбора партнеров игроки будут постоянно приходить и уходить. Так что ты можешь использовать такой жадный подход. И это даст этим игрокам, отказавшимся от участия, шанс получить опыт работы в гораздо большем пуле подбора партнеров. Так что давайте предположим, что пользователь PlayStation присоединится к нам или попытается присоединиться, пока это происходит. Хотя сам отказ от участия на них никак не влияет, им не разрешается присоединяться. Так что они вернутся к поиску партнеров и будут искать что-то другое. И может быть они создадут новую сессию общения. А может быть они найдут другую игру со смешанными платформами. Но время на подбор партнеров должно быть минимальным. А затем справа, наконец, как только игрок уйдет, если этот игрок был причиной того, что отказ от участия действовал, пока он там, мы снова откроем пул знакомств. А игроки, участвующие в игре типа присоединяйся к прогрессу, от этого ничуть не поумнеют. Но конечно же, если этот игрок не откажется от участия, то платформа останется заблокированной. И вот, наконец, давайте посмотрим вот здесь. Да, извини, на этом все и закончится. Так что да, мы поговорим здесь с Раджаном об умеренности в поведении. Раджан Кишна. Итак, со всеми этими настройками у вас есть игроки, играющие в вашу игру. Они могут найти друг друга. Они могут вступить в поединок. Но, как мы все, наверное, знаем, важной составляющей именно многопользовательских игр является умеренность, не так ли? А что произойдет, если игроки будут плохо себя вести? А что произойдет, если игроки будут вести себя в игре не так, как вы хотите? Итак, в рамках онлайн-сервисов Epic у нас есть три основных сервиса модерации. Один из них, с которым ты, вероятно, уже знаком, это простой античит. Это очень хорошо известное и, я бы сказал, уважаемое на рынке античит решение. Оно доступно как часть онлайн-сервисов Epic, опять же, бесплатно. В основном это относится к ПК, не так ли? Ведь именно там происходит большая часть подобного поведения. Именно там люди могут просто загружать различные приложения. И это действительно предназначено для обнаружения с помощью алгоритма, который определяет простой античит. И выяснение, есть ли злонамеренное поведение со стороны игроков любого рода. Если ты посмотришь на другую сторону слайда, у нас также есть функция отчетности игроков. Так что для тебя есть сервис, который можно интегрировать в твою игру. Чтобы ты мог предоставлять отчеты от игрока к игроку по любым причинам, которые, по твоему мнению, применимы к твоей игре. Таким образом, ты сам определяешь, в чем заключается это поведение. А затем внедряешь его в свою игру. Эта функциональность немного более индивидуальна. Так что она доступна как для ПК, так и для консолей и мобильных устройств. И это позволяет тебе отправлять данные на серверную часть, по-настоящему просматривать отчеты игроков и затем принимать меры. Так что с точки зрения принятия мер в середине этого процесса существуют санкции. И это действительно те вещи, которые происходят, когда любой из этих двух других компонентов определяет поведение игрока, не так ли? Так что если программа Изи Античит обнаружит вредоносное поведение, вы можете настроить автоматическое применение санкций к этому игроку. И тогда вы сможете определить, что это такое. То же самое можно сказать и об отчете игрока. Если отчет игрока будет отправлен, вы можете либо просто просмотреть его вручную, либо подключить к нему какую-нибудь систему санкций. Так что система санкций также полностью настраиваема на заказ. Ты сам можешь определить, в чем есть смысл. Так что же, если об игроке поступит сообщение, будет ли это означать полный запрет на использование многопользовательских функций? А может быть, они просто вели себя ядовито в голосовом чате, и вы хотите ограничить их голосовой чат, потому что это первое нарушение. Таким образом, вся эта гибкость заложена в систему для того, чтобы вы действительно могли определить, что имеет смысл для вашей игры. Так что в сочетании этих трех вещей, я позволю Сэму как бы объяснить, что они делали в игре Midnight Ghost Hunt. Упс, я сам виноват. Так что да, игра Midnight Ghost Hunt — это многопользовательская игра против всех. Так что для этого тебе наверняка понадобится античит-система. В ней нет рейтингового режима. Но это игра против всех. Поэтому, когда мы начали проводить более масштабные бета-тесты, мы начали замечать, что появляется много мошенников. Ты же знаешь, люди распространяли исполняемый файл, который позволял взломать стену или мгновенно убить всех на карте, и тому подобные забавные вещи. Знаешь ли, нереальная архитектура сделала его более крупной мишенью для атаки. К тому же, как я заметил, обычно античит стоит довольно дорого. Особенно для инди-игр временами он оказывается довольно недосягаемым. Но тогда в игру Epic был включен легкий античит, который является отличным античитом, входящим в состав бесплатных онлайн-сервисов Epic. Мы были чрезвычайно взволнованы по этому поводу. Потому что мы очень беспокоились, что, возможно, сможем запустить игру без античита, что звучало немного безумно. Как только мы правильно настроили ее через пару недель после запуска раннего доступа, количество мошенничеств существенно снизилось. Мы не собираемся избавляться от всего этого полностью. Это не поможет волшебным образом исправить небезопасный дизайн игры, если вы неправильно выполняете логику управления сервером. Однако людям действительно стало намного сложнее распространять исполняемый файл, который в принципе полностью испортил бы игру. Так что это было здорово. А кроме того, любой, кто попадется на этом, просто получит санкцию. И это здорово. И последнее, что мы делаем, у вас может быть небольшая фирменная заставка на заказ, которую вы можете использовать. Это простая заставка для защиты от читеров. Но вы можете настроить ее с помощью своих собственных классных скриншотов. Так что в конечном итоге она станет чем-то вроде заставки для вашей игры. Это довольно изящная штука. И в отношении санкций мы тоже используем именно это. Мы используем систему отчетности игроков и санкций за них. И самое замечательное, как уже упоминалось, это то, что все это автоматически интегрируется с системой Изи Античит и всеми другими сервисами. Все это есть на удобном веб-портале в задней части системы, так что ты можешь найти конкретных игроков и посмотреть, какие у них были отчеты. Неужели Античит система выгнала их из игры? Все подобные вещи происходят в одном месте, и это просто потрясающе. И я думаю, что не могу сделать должного акцента на этом. Когда мы только начинали, у нас было несколько разных мест, где мы это делали, потому что мы искали бесплатные или, я не знаю, дешевые решения. И поэтому нам пришлось бы побывать в нескольких местах, чтобы посмотреть, на кого поступило сообщение, а на кого был наложен запрет. И все в таком роде. Это действительно здорово, что наша команда-сообщество может просто пойти в одно место и посмотреть, когда этот материал появится. И это здорово. Вот небольшая краткая демонстрация того, как я сообщаю токсичным игроке, использующим наш внутриигровой интерфейс. Я должен сообщить об одном игроке. Этот человек ведет себя не очень-то хорошо. Так что я печатаю это на машинке. Мы подчиняемся, это здорово. А затем мы переходим к нашему бэкэнду. Возможно, это будет довольно трудно разглядеть. Но ты можешь зайти сюда. Вот и поступившее сообщение. Команда-сообщество может ознакомиться с ним и принять решение о введении санкций. Вы можете ограничить доступ ко всей игре на один день, а также написать записку для остальных членов команды-сообщества с объяснением причин, по которым было предпринято это действие. И на этом все готово. Игрок забанен и, возможно, извлечет из этого какой-нибудь урок. Раджан Кишна. Круто. Так что, надеюсь, это дало вам всем хорошее представление о том, что такое онлайн-сервисы Epic, какие функции в них предусмотрены для кросс-игр. Немного более подробно о каждом из этих компонентов, а затем действительно отличный пример того, как это на самом деле работает в игре. Я думаю, что это всегда помогает по-настоящему понять, что же это на самом деле означает внутриигровой реализации. Так что еще раз повторяю, все эти услуги бесплатны. Не стесняйтесь ознакомиться с ними. На этом веб-сайте есть ссылка. Обязательно загляните в полуночную охоту за привидениями. Она доступна на ПК. Так что скачивайте ей это тоже. И спасибо вам всем за то, что пришли сюда.